Пометили территорию Соловьиного помета. Ты че ебнулся, чувак? Я превратилась в Бузову! Мы в прошлом выпуске обещали вам посетить дачу Владимира Соловьева, в народе именуемом Соловьиным пометом. Находясь в нескольких минутах езды от такого объекта, мы не смогли отказать себе в удовольствии посетить его и показать вам. Напомню, что благодаря расследованиям ФБК стало известно о приобретенной Соловьевым в виле на озере Кома, а рыночная стоимость всего объекта составляет более 7 миллионов евро. Также напомню, что активисты 6 апреля 2022 года залили красной краской бассейн и стены дома. В тот же день подожгли еще одну виллу Соловьева в Менаджо, стоимостью около миллиона евро. Да, именно в такие суммы оценивается работа пропагандистов, оправдывающих военную агрессию. 4 марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о начале конфискации имущества российских олигархов в стране. Финансовая гвардия Италии арестовала две виллы Соловьева на озере Кома. Соловьев попал под санкции Евросоюза, введенные после начала военной агрессии России. С тех пор, как вы понимаете, здесь никто не появлялся, кроме нас. По дороге к скворечнику Соловьева мы заехали выпить чашечку вкуснейшего капучино с круассанами, которые в северной Италии принято называть брюшками. Как видите, чем ближе к месту дислоцирования российских пропагандонов, тем чаще со мной стали происходить аномальные вещи. В меня вселилась Бузова. Я превратилась в Бузову, у нее вечно такое что-то. Это озеро Кома. Это небольшая коммуна рядом с городом Гравидона. Хатку, возле которой мы сейчас находимся, облили по всему периметру краской. Огромного вот этого особняка, который насчитывает 927 квадратных метров. Мы вам сегодня обязательно продемонстрируем, куда нам удалось залезть, достать, вскарабкаться. Вот так тяжела работа видеоблогера, который снимает хатку Соловьева в Италии. Мы прогулялись по набережной, мы прогулялись по верху, по смотровой площадке. Прошли здесь, вдоль этой виллы. Прекрасные, шикарные, роскошные, лечащие душу виды на горы, Альпы, на озеро Кома, самое глубокое в Европе. Чистейшая кристальная вода. Но как бы он не мылся в этой кристальной чистой воде, отмыть все свои злодеяния он никак не сможет. По всему периметру есть видеонаблюдение. Но как нас предупредили, ничего плохого делать с этой виллой нельзя. Никаким вандализмом заниматься, поскольку это карается карабинерами, местными полицейскими. Но все равно, что для вас приготовили. И для него тоже. Как тебе такое, Владимир Соловьев? Кроме красной краски, мы не обнаружили абсолютно никаких повреждений других на его вилле. Но дальше уничтожать данную виллу нет никакого смысла, поскольку, скорее всего, она будет у него конфискована. Видно, что вилла данная нежилая. Там только несчастные какие-то суровые итальянские паучки висят на калитке. На фасаде видны какие-то разбросанные чьи-то вещи. Бассейн полностью заброшен. Кстати, на гугл мэпсе данный объект ранее носил название «Вилла ля помет». Местные же виллу Соловьева прозвали никак иначе, как психбольницей. То ли по причине внешнего вида, оно действительно похоже, или всему виной бывший владелец. Но, как по мне, причиной послужило и то, и другое. Друзья, по правую руку от меня находится вилла Владимира Соловьева. А вот здесь, по левую руку, находится его, часть продолжения его виллы. Там находится бассейн. В этой части Владимир Соловьев светил своими булками, плескался в водичке. Как нам рассказали местные ребята, которые здесь проживают, видите вот эту дорожку? Вот он отсюда выходит в свои виллы и переходит эту общественную дорожку, потому что здесь прогулочное место по набережной. И выходит сюда и идет плескаться в свой бассейн. Владимир Соловьев, известный как помет, хотел забрать вот эту часть. Он очень сильно возмущался. Хотел полностью приватизировать вот это все место для того, чтобы не светить булками. Представляете, бассейн идет мокренький, может быть, вообще без плавочек. И вот хочет так вот пройти незамеченным для народа и для глаз других людей. И напрямую пройти к своей шикарной, роскошной вилле. Но ему, естественно, никто не разрешил этого сделать. Ему таки сказали, итальян, ты что е***лся, чувак? Нет, нельзя так сделать. Здесь люди ходят, вот. Пожалуйста, хочешь вот эту часть, хочешь вот эту часть. Переходи вот так вот два шага, сделай раз, два. Не знаю, может он коротконогий, может ему надо вот столько сделать, чтобы пройти. И все. Ну, его, наверное, это устроило. Меня бы это вполне устроило, честно говоря. И вот так вот. Вот эта вот зона считается общественной. И Владимир Соловьев тут иногда ходит и светит булками своими. Но больше не будет. Больше не будет. Вы видите свежие новогодние кадры с этой виллы, снятые нами. Активисты, как можно наблюдать по прошлым кадрам, проникли на территорию Ля Помета. И хорошенько, так сказать, пометили фасад, лестницу и бассейн красной краской. На саму территорию виллы нам настоятельно рекомендовали не проникать, чтобы не нарушать итальянское законодательство. Тем более, она Соловьеву уже не принадлежит. И дальнейшую ее судьбу будет решать итальянское правосудие. Сейчас, как вы видите, залитый краской бассейн в полном запустении и приобрел зеленый цвет. За газонами никто не ухаживает, а кусты никто не стрижет. Балясины на лестнице зарастают одной из разновидностей вьющихся растений. На фасаде дома у главного входа разбросаны кресла и другая мебель. Либо это последствия обысков после ареста недвижимости. Либо кто-то из доверенных лиц Соловьева приезжал и доставал сокровища из мебели по сценарию 12 стульев Ильфа и Петрова. Сама территория разделена на два участка общественным пешеходным переулком. По нему гуляют итальянцы и, как мы слышали собственными ушами, нелестно отзываются о бывшем владельце особняка. Мы на кома, буквально в нескольких метрах от меня, дача Владимира Соловьева за несколько миллионов евро. Эх, представляю, как хотел бы Владимир Соловьев оказаться сейчас на моем месте. Сидеть так на вережку, смотреть на солнышко, греться в лучах солнца, в лучах славы. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Видите, какой у нас интересный контент, какие у нас интересные хаты, в какие места, в какие жопы мира мы залазим. Хотя это не жопа, это жопа вот это вот то, что там находится. Место очень на самом деле красивое. Пишите нам комментарии, обращайтесь к нам за хатками, если вы хотите приобрести хатку где-нибудь в Польше, даже в Италии, я не знаю, в Арабских Эмиратах, даже там. Обращайтесь к нам, мы обязательно подберем вам лучшую хатку для вас. Смотрите наши передыдущие ролики, у нас просто разнообразный контент на ваш вкус. Всем пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok